Как твой отдых проходит? Вика просит, чтобы мы ее больше снимали. Хочет на себя смотреть красивую. Вау, красота! Виктория, декольте у тебя? Я тебе говорю. Для кадра то, что надо. Вот так, на фоне церкви. Я каждое декольте на каждом мосту должен снять. Так мы никуда-никуда не дойдем. Так, судя по указателям, мы движемся в правильном направлении. Гондольер. Доставка. Телевизор, там еще что-то. Чтобы вы понимали, вот такая русская улица. Улочки, куча народа просто. С чемоданами, с рюкзаками, с детьми. Вот такой вот шикарный вид открывается с моста. Магранка. Короче, все как обычно, да, дочь? Ну что же, всем привет. Мы приехали в Италию. Ну да. И ни много ни мало в город Венеция. Ну да. Поэтому я в Красном. Она сегодня в Красном, да. Это было в Москве, в Чернецах. Да. И сегодня в Венеции. Вот на заднем пони уже начинается город. Ну а мы находимся на мосту Конституции. Стеклянный мост. Это Гранд Канал, да? Нет. А может и да, мы еще пока не знаем. Не знаем, мы сейчас разберемся. Разберемся и пойдем. Значит, вот так вот этот мост выглядит со стороны. Такой вот стеклянный, ступеньки. Много ступенек широтенькие. Много там стеклянные ступеньки есть. Потрескались. Потому что много-много тут туристов. Вот наши девчата. Вика просит, чтобы мы ее больше снимали. Хочет на себя смотреть красивую. Так, это Гранд Канал или нет? Ну, наверное, да. Наверное, он по широкому. Широкий, да. А весь движок здесь же. Это вот, мы так понимаем, Гранд Канал. Только что тут пропыл катафалк с горбами. Лодки, конечно, такие подуставшие все. Общественный транспорт. Да, движение сумасшедшая лодок. Наконец-то по чуть-чуть выходит солнышко. И первая церковь на нашем пути. Это церковь Святого Симеона. Малая. Вот такая вот красивая. Потом подойдем, я думаю, поближе. А тут ходить целый день. Хорошо, что мы приехали рано. Восемь утра. Поэтому времени у нас достаточно. Достаточно даже больше. Так, прошли буквально 10 метров. И вот тут церковь Скальци. В общем-то, Венеция вся сплошная достопримечательность. Просто два шага сделал, уже голову поднимаешь. И ты оказался возле достопримечательности. Тут, как во всей Италии, продаются шляпы-шмапы. Маски. Вау, красота. Виктория, декольте у тебя, я тебе говорю. Для кадра то, что надо. Вот так на фоне церкви. О, а-ля, о-ля. О, мать. Леди ин Ред. А вот это вот мост Скальци. Уже такой. Тут был конституцией более современной. Это уже пошел исторический мост. Вот легендарные гондолы. Какое кресло там. Арина, ты видела, какое кресло? Да, видела. Вот такой вот вид открывается с моста. Вот одна церковь. И вот вторая церковь. Ну и туда уходит Гранд Канал. Сейчас пойдем узкими улочками. О, тут пивко привезли. Смотри, дочери пивко привезли. Видишь, тут нет автомобилей вообще. Тут только лодки. Ты знаешь, да? Вот они все делают. Доставка. Все-все-все на лодках. Передвигаются. Передвигаются на речных. Вон трамвайчик он поехал. Поплыл. И вот такие вот, видишь, это грузовые. Товар в магазин привезли. Такие маленькие тоже. Каждое декольте на каждом мосту должен снять. Вот такой вот маленький мостик. Пошли такие маленькие узкие улочки с каналчиками. Начались узкие улочки. КОНЕЦ Так, но мы все-таки решили двигаться далее. Вот указатель на площадь Святого Марка. Мы идем вперед. Тут так спокойненько, да? Вот там вдалеке видно, работают дворники. На тачках таких возят. Я не знаю, мы останавливаемся каждые пять минут. Фото, фото, фото Махин. Так мы никуда не пивали. Да, дочь? Только приехали, ты уже устала? Сейчас бы читать, да? Пиццы. И оперольчик. Для мамы. Так, судя по указателям, мы движемся в правильном направлении. Очередной мостик. Тут много этих мостиков, переходиков между маленькими каналчиками. Ленка что-то знает. Я помню, смотрела передачу о том, что это был центральный колодец. И раньше в Венеции не было центрального водоснабжения. И отсюда местные жители воду носили себе домой. Один колодец и все, или их много по городу? Нет, их много, но как бы вот на такой район, вот он стоит. И отсюда, ну, я не помню, 60 лет назад, или сколько. Декойно. Интересно, для чего эта лестница? Чтобы на крышу залазить? Чистить водопровод, наверное, да? Ты говоришь, что? Видишь? Она так снимается, так ставится между домиками и наверх. А, может белье вешать? Вот, видишь, белье вешать точно. Видишь, Али? Да, белье. Хотя оно тянется, не, белье тянется. Она двойная. Ну, пошли. Так, ну, тут вышли более оживленный райончик. Людей с каждой, с каждой минутой все больше и больше. Больше оживления. Да, и улочки все уже и уже. Вот такой наш шляп. Ох, а тут рай для меня. Пиццы, шмирцы, волосы, тушкошки. Ага. Вкусно-то, а он, смотри, твои жилеты. Да. У-у-у. Ну, гондольер на гондоле. Класс. Ой, а как они разойдутся. Сейчас этот туда будет заворачивать. Интересно. Ногами отталкивается. Смотри, смотри, даже не тянется. Что-ли? Класс. Смотри, как чётенько. Оп. А там какая-то грузоперевозка. Шкаф везет, что ли. Сейчас нырнет туда. Красавчик. Порядок. Класс. Нормально он сидит на этой, на стиральной машинке. Доставка. Телевизор, там ещё что-то. О, ещё одна гондола. А вот так вот сушат они бельё. Замечательно. Красивое место. Чтобы вы понимали, вот такая узкая улица. Улочка и куча народа. Просто с чемоданами, с рюкзаками, с детьми. Просто разрыв. Субтитры подогнал «Симон» Так, и мы вновь вышли на Гранд-канал. И тут движение ещё больше. Гондол, конечно, тут. Ну, наверное, будет. Уже солнышко припекает. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну, это самая счастливая дочь. Настоящие венецианские маски здесь. Что могу сказать, улочками в Венеции можно бродить бесконечно, просто вправо-влево, вперед-назад, просто вот чик, и там уже такой вот, ну и куда же без хард-рок-кафе. Такая бухточка, заливчик, ну тут все на канойчиках, класс. Сколько стоит? Тарифа 80. 80. Ой, главное, чтоб кирпич не упал. И что тут такого? Площа 100 марка. Ну, если ты в Венеции не был на площади 100 марка, значит, и не был в Венеции. Да? Да. А мы вот, смотри, ну красиво же, ну красиво. А, ну вот так красиво, согласен. Красиво. Наконец-то мы зашли. Сколько мы шли? С восьми утра. Сейчас пол первого. Пол девятого. Мы еще с перекусами, с перепивами. С перепивами. С перепивами. Там фотографии. Кажется, что большая. По-моему, приходишь по факту. А оно маленькое. А здесь наоборот. Ты сливаешь сама с площадью. У тебя такой же цвет, как цвет этих зданий. Это палац какой-то Сан-Марко, да? Это колокольная Сан-Марко и собор. Ага. Слушай, ну круто. Красиво. Согласен. Я не знаю, что тут еще снимать. Я уже просто. К Navарко, а какая. Это одиночка. Ты. Сколько ближе. Сейчас мы посмотрим. У нас шли. У нас так вышли на набережную тут красота но жара заставила одеть немецкую кепочку расписают от жиры хорошо они вот эти вот все соломиные шляпы за 50 евро понятия людей не уменьшилось а мусора конечно здесь немерено просто ну что вы скажете свое оправдание у меня еще трусы запасные носки еще одна кепка я еще хотел с собой я еще хотел сандалий взять из правая левая отлично что сейчас идем ищем еду в тенечке посидим на часок-полтора передохнем и пойдем дальше а завтра может еще раз прием так девочки меня уговорили покушать нашли тут кафе тут кафе на кафе хотел бы пасту окрашенную старинной тряпью а не с 1947 года работает вот так называется так ну принесли тут рыбные чипсики салатики это словатики а что вы еще пасту заказали вкуснотища ленка что это ты заказала лазанья вегетарианская кстати ничего себе какая красивая горячая штука она запекается вау дочь куста да ну приятного аппетита так собственно говоря покушали да я вижу покушали вышли с кафе оказалось что это кафе первая пиццерия венеции я даже попробовал так смотрим ужас да и попали в пробку вот такая вот пробочка на одной из улиц это капец выбрались с пробки да это вот этот вот мост как он называется нет какой конституции ах какая красота мост вздохов там соединяет два здания единственный такой крытый мост и гондолы тут туды и сюды короче все устали ну нормально нам просека заливай и берет идем просека а у вас лейка есть куда вам заливать мы сами найдем отверстие мать молчит машет значит еще жива и просека больше не заливать не менее красивый на али на али Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.